всем привет с вами виге ну что ж вот и закончился очередной бета-тест в игре террис лэнд если не ошибаюсь по моему это то ли 3 или 4 сегодня поговорим о заинтересованности игроков данной игре как там пвп и пве почему нет русского языка а главное когда она выйдет об этом и много другом прям сейчас поговорим отвечая на ваш самый главный вопрос про очередную убийцу вов как я уже говорил в прошлом обзоре на эту игру это точно не убийца вов ведь компания близал с этим прекрасно сама справляется повышает цены на продукцию частично или полностью бракируя покупку игр оплату времени и внутри головы услуги для русских и не только регионов да я понимаю что сейчас происходит в мире я максимально против всей этой фигни но многие какие я возможно считают что искусство должно быть превыше политики возьмем примеру тенсен и их студию riot games в их играх как лига легенд или валик например все доступно как и сама игра не нужно сидеть и думать а как это теперь мне купить diablo 4 так и тут все решает доступность эта игра доступна я спокойно и скачал с официального сайта без каких-либо в пэнов и то же самое думаю будет и с оплатой внутрь игрового магазина проводя на твиче трансляции по данной игре кстати ссылочка в описании всех жду заходите стримлю каждый день мы с чатом задались вопросом а как поиграть то в бету понятно что кто успел залететь в момент выхода в первые 10 тысяч то это играет в неё но смекалки не было предела и уже на следующий день многие говорили что настолько хотели попасть да поиграть что покупали на всяких ресурсах аккаунту с доступом а цены там были от 150 до 1500 рублей хотя на стриме говорили что это как-то многовато за неделю беты и максимум брали только за 600 это показывает заинтересованность игроков видать уже всех настолько надоел вов от безысходности готовы платить за неделю беты до игроков можно тоже понять особенно в плане пве игра получилась годной кстати о пве за эту неделю игрокам дали достичь аж 40 уровень максимальный кстати вроде как 60 будет но это только слухи за это время было добавлено аж 4 рейда они доступны как через поиск рейда если вы достигли максимального ай-левела в вашей экипировке так и банально если вы сами создаёте рейд а там хоть и в соло против него выступаете плюс один мировой босс также инсты изначально в которых вы бываете по сюжетному квесту на изи моде с вашим пати ботов так и в дальнейшем через поиск с тремя сложностями это и обычка синька шмотом и героек с фиршмотом и внезапно ключи уже со всякими модификаторами а это уже задел под финале контент пойдет если мы говорим о подземельях на пять человек то правой по сран домами можно вспомнить только на отдельных боссах где от игроков требуется нечто больше чем просто отходить от каста босса или не стоять в огне например дисплей соборозки или гработы кайт волков за овечек где в финале вы получаете одну шмотку из четырех плюс туда войдут баджи именно из этого инста таким образом пройдя его всего два раза можно докупить те две самые шмотки что вам не выпали это удобно но только из-за этого инста у других подземок другие баджи это отличает игру от вов где в основном одна система валюты мировой же босс как и везде банально прост ждешь респавна просто с рандомами затыкиваешь его палками до камнями получая хорошую добрую награду кд же у него с лутом 3 дня а вот средами небольшая беда как мне показалось и требующая небольшого изменения судьба в том что сложность босса в рейде на 10 игроков такая же как и если бы вы сами создали бы свою собственное пати с войсом примечательно что как только ты попадаешь в поиск рейда то уже есть внутриигровой войс и чат и казалось бы со второго или третьего трая можно договориться что каждый делает и победить босса но нет тут все в один в один как вов достаточно даже не вайпнуться а банально потерять одного игрока в середине файта как тут же уже игроки ливают это смешно сидишь ждешь пять минут рейд а спустя одну минуту уже ливаешь возможно решением будет как вове поиск рейда где боссы слабее как по хп так и по механике ну и награда естественно тоже слабее на пару айтем левелов возможно это поможет ну или хотя бы внести систему банов или штрафов для игроков долевать моментально целом пве в игре меня удивило она не казуальна и дает пиздюхань часто надеюсь это оставит как и сама игра если я буду сравнивать слов наверно это на уровне во флк ведь наваре я могу согреть больше чем одного моба в открытом мире но если больше трех четырех пиши я уже на кладбище пвп в игре немножко непонятная виной тому режимы битвы и отсутствие максимального уровня понимаете это как сравнивать вов пвп по битвам на бг левели так на двадцатом тридцатом вроде что то есть но ничего не понятно нету максимальных талантов хорошего шмота в общем один дисбаланс отсюда и оно какое-то дубовое плюс режимы запуска бг пока мне непонятны когда я ходил на бг то каждый день нам давали одно бг для освоения другие же в этот момент были закрыты навсегда ли это или полагаю это сделано с учетом тестов каждого дня бг чтобы собрать побольше данных сами бг были абсолютно разные с разными задачами и мини-ивентами в конце мне зашло подождем арену дуэли в игре возможно я отыграл три штуки все естественно победил видел даже круг дуэли если включить фантазию то можно и турики делать но это уже когда-нибудь а вот то что мне дико не зашло так это порт игры на компьютер может и пофиксит но изначально игра была фур для телефона и возможно совсем недавно она стала доступна без эмулятора для пк и управлять камерой и другими функциями для мышки мне было дико неудобно она была как это не отзывчивая очень сильно хотела взять гейпад играть на нем но к сожалению пока недоступна хоть как мне показалось игра и идеально для него подходит с интерфейсом мобильного телефона ведь на самом телефоне она идет идеально что там с русским языком значит на релизе есть всего два языка английский и китайский все я думаю с вопросом о перевод на их родной язык задавались не только русскоязычные где немецкий где французский знает инсент всегда все хорошо у них с переводом файлах игры было найдено два файла указывающие на текстовые и звуковые переводы в игре уже из кириллица я мог писать на русском языке они как новом мире только английскими символами это дает большие надежды выход же самой игры по-прежнему намечен на осень этого года примечательно в ноябре если ничего не изменится игра явно показывает заинтересованность игроков главное достойный контент на максимальном уровне и все будет хорошо что ты думаешь про эту игру пиши в комментариях увидимся